В эфире новости на пятом канале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Леушенская таможня сегодня вновь была заблокирована на несколько часов, а в Кагуле сорвалась встреча министра сельского хозяйства с фермерами. Что говорят власти о встрече с протестующими в расширенном составе, узнаете из нашего выпуска. Перевозчики снова объявили о проведении акций протеста. Завтра члены ассоциации АПОТа припаркуют свои машины перед зданием правительства, недовольные изменением кодекса автомобильного транспорта. Новый мэр Бубуеч от ПДС является фигурантом дела о коррупции. Что говорит Алексей Перчимлы о выдвинутых против него обвинениях, расскажем в нашем репортаже. Задержан водитель, подозреваемый в покушении на убийство полицейского. Мужчина чуть не задавил сотрудника правоохранительных органов своим автомобилем. Фермеры, протестовавшие на Леушенской таможне, разблокировали доступ к пограничному пункту для пассажирского и личного транспорта. Между тем, встреча министра сельского хозяйства сельхозпроизводителями из Кагула, состоявшейся в 16 часов, не увенчалась успехом. Аграрии встали и покинули зал, в котором они собрались, настаивая на встречу с главой государства Майя Санду, премьером Дарином Ричаном и спикером Игорем Гросу. Фермеры заблокировали подъездную дорогу к КПП Леушена-Албитс, а также была перекрыта трасса Кантемир-Кагула и Бельц-Скулены. Протестующие объяснили это тем, что с ними так и не встретились представители администрации президента, правительства и парламента. Фермеры частично разблокировали подъездную дорогу к Леушенам для легковых автомобилей и автобусов. Однако грузовики остались на месте. Они заявили, что сожалеют о том, что после стольких дней протеста не получили никакого конкретного ответа от властей и попросили у граждан прощения за причиненные неудобства. Тем временем Агрария опубликовали видеокадры с запланированной встречи в Кагульском районе с министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Чиновник пришел, но фермеры отказались с ним общаться, заявив, что будут разговаривать только с президентом, спикером парламента и премьер-министром. Вот когда у нас будет встреча с людьми, которые смогут что-то решить, тогда и обсудим. А сейчас, пожалуйста, давайте займемся своими делами. Лучше всего так сделаем. Нам не о чем с вами говорить. Вы уже ничего не решаете. С другой стороны, фермеры, которые протестовали на Леушенской таможне, были раздосадованы тем, что Владимир Болей не пошел с ними поговорить и попросили о публичной встрече с чиновником. Министр сельского хозяйства едет в Кагул. Значит, у него не хватает смелости приехать сюда, потому что он прекрасно знает, какие здесь люди и насколько мы категоричны. Если сейчас назначат встречу, то встреча должна быть публичной, в прямом эфире. Все средства массовой информации должны быть, чтобы общество понимало, о чем мы там говорим, а не за закрытыми дверями. Это просьба. Назначаем встречу, немедленно открываем таможню и садимся за стол переговоров. Мы обратились к министру сельского хозяйства Владимиру Боле, чтобы он прокомментировал просьбу фермеров, но он отклонил наш звонок и не ответил на отправленное сообщение. Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александр Трубко сообщил нам, что любой диалог протестующих должен проходить с правительством, потому что именно там принимаются решения. Но если Капмин посчитает, что парламент тоже должен участвовать в обсуждениях, то депутаты поддержат инициативу. В пресс-службе президента на наш звонок не ответили. Акция протеста на Леушенской таможне переросла в конфликт между фермерами и водителями автобусов и маршруток, которые перевозят пассажиров. Они не смогли продолжить путь из-за заблокировавших дорогу тракторов. Тебе не нравится сельское хозяйство? Иди займись чем-нибудь другим. Если тебе это не нравится, идешь работать в другом месте. Нет, мы дураки. На какие деньги вы купили эти тракторы? На кредиты? Какие кредиты? А зачем ты брал кредиты? Зачем ты их взял, если не можешь работать? Если ты не можешь работать, зачем ты это взял? Продай его. Водители наличных авто также недовольны сложившейся на таможне ситуацией. Я смотрю на них, какие у них тракторы. Им нечего есть? Или зачем они пришли? Почему они мешают людям? Были те, кто поддержал фермеров, кто посочувствовал их тяжелому положению. Черепы решатся иметь награды. Они тоже страдают, конечно, перед тех. То есть у них, в принципе, есть право на выражение вот такого протеста? Да. На КПП Леушен и Албица приехали несколько совместных групп пограничной полиции, Ханчешского инспектората полиции, Национального инспектората общественной безопасности, чтобы проследить за соблюдением общественного порядка и восстановить транспортный поток. По данным правоохранителей, все фермеры, блокировавшие Леушенскую таможню и другие трассы, будут оштрафованы. Мы обратились в пресс-службу Генерального инспектората полиции за дополнительной информацией о количестве нарушений, на основании каких именно статей составлены протоколы. Но на момент подготовки этого сюжета ответа так и не получили. Фермеры сказали нам, что штрафы их не пугают и не заставят перестать протестовать. Напомним, что вчера фермеры заблокировали КПП Леушена и некоторые трассы в районах, где они протестовали. Министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил на конференции, что в ближайшее время он собирается встретиться с сельхозпроизводителями, не назвав точной даты. Аграрии продолжали протестовать в ночь с 12 на 13 февраля. В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как на место проведения акции протеста прибыли группы спецназа. На что Генеральный инспекторат полиции выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что фермеров никто не запугивал и что спецназ не вмешивался. А правоохранители присутствовали для поддержания общественного порядка. Отметим, что вышедшие вчера на акцию протеста фермеры требовали диалога с властями, финансовой помощи на сумму 400 миллионов леев и отставки министра сельского хозяйства. Сам Владимир Боля накануне заявил на конференции, что скоро поедет разговаривать с демонстрантами, а просьба о помощи в ведомство не поступала и ни о какой отставке он не говорил. По этому поводу госсекретарь Министерства сельского хозяйства Василий Шарбан сказал, что отставка министра не решит проблемы фермеров, но приведет к стагнации в четкой политике и начатых действиях. Также во вторник Боля представил отчет о помощи, предлагаемой аграриям, отметив, что были выбраны те сельхозпроизводители, которые больше всего нуждаются в деньгах. Он сообщил, что с 2020 года и по настоящее время все фермеры получили финансовую поддержку на сумму почти в 6 миллиардов леев. Спустя неделю протесты сельхозпроизводителей премьер-министр Дарин Ричан заявил о готовности встретиться с ними. Он сказал, что ждет их в пятницу для переговоров. В то же время премьер сказал, что аграрии имеют право протестовать, но при этом не должны нарушать права других граждан. После недели протеста аграриев и трехдневной блокады таможни в Леушенах премьер-министр Дарин Ричан объявил, что придет в пятницу на встречу организуемую Министерством сельского хозяйства, чтобы поговорить сельхозпроизводителями, вышедшими на протест. Министерство и я, как премьер, ведем постоянный диалог со всеми представителями аграрного сектора, и в частности с производителями зерновых. Я хочу призвать, мы должны уважать всех граждан. Конечно, у нас существует право на протест, но давайте делать это так, чтобы не затрагивать права других. Существует обязательство вице-премьера Боли, правительство в целом и мое, чтобы мы постепенно решили все проблемы. Премьер напомнил, что на прошлой неделе правительство дополнительно выделило 50 миллионов леев, которые в основном предназначены для сельхозпроизводителей южных районов, пострадавших от прошлогодней засухи. Финансовую помощь в размере 2500 леев на гектар получат около 400 сельхозпроизводителей Когульского, Кантемирского, Леовского, Тараклийского районов, а также района Штефанводе для покрытия понесенных убытков. У нас есть около 1 миллиарда 700 миллионов леев в фонде субсидирования. Кроме того, мы, государство, то есть все граждане Республики Молдова, заняли еще полтора миллиарда леев, чтобы иметь возможность предоставить субсидии. Около 1 миллиарда леев для животноуческого сектора и для садоводства. Мы также ускорили выплату субсидий. Уже к середине февраля, то есть на сегодняшний день, по программам субсидирования AIPA был освоен 361 миллион леев. Дарин Ричан также заявил, что части аграриев, у которых есть долги по кредитам, будет оказана помощь из тех 50 миллионов, что выделило правительство. 20 сельхозпроизводителей уже получили поддержку через механизм форс-мажора. Еще для 80-ти определены другие решения. Что касается дизельного топлива, представленного Румынией еще год назад на безвозмездной основе, то, по словам премьера, уже определено место для его хранения. И в ближайшие недели дизтопливо будет распределено среди фермеров. Хотя во вторник глава Минсельхоза Владимир Боля на пресс-конференции говорил, что у государства нет даже двух канистр, чтобы хранить топливо из Румынии. Премьер-министр также отметил, что в прошлом году государство в целом выделило почти 2 миллиарда леев помощи сельскохозяйственному сектору в виде субсидий, а также других выплат, предназначенных для аграриев, понесших различного рода убытки. Завтра транспортники и члены Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков выйдут в центр Кишинева на протест. Они недовольны тем, что в конце прошлого года власти не согласились внести в проект изменений в Кодекс автомобильного транспорта поправки, разработанные их ассоциацией. Председатель Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков заявил нашему телеканалу, что завтра правительству будут выдвинуты три требования. В свою очередь в Министерстве инфраструктуры и регионального развития говорят, что предлагаемые Министерством изменения в транспортной сфере меняться не будут. Председатель Ассоциации автомобильных перевозчиков заявил, что в акции протеста будут участвовать около 150 транспортников. По его словам, протестующими будут выдвинуты три требования, которые касаются намерения Министерства инфраструктуры снять ограничения по времени на уровне международных перевозок и сократить до 15 минут интервал для рейсов на национальном уровне. Проблема для граждан не в том, что в 7 часов утра, например, у них нет автобуса из данного населенного пункта, как говорит министр, а что эти два автобуса будут гнаться один за другим, чтобы заполучить пассажиров из следующего населенного пункта и будут создаваться аварийные ситуации, которые влияют как на пассажиров, так и на отрасль в целом. То, что было принято, никак не решает проблемы, которые были озвучены министром, и что стало поводом для разработки данного законопроекта. Однако министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что новый регламент останется неизменным. Я тоже недоволен тем, как перевозчики обеспечивают доступ горожан к междугороднему транспорту. В связи с этим мы внесли это изменение, чтобы изменить ситуацию. Я не потерплю, чтобы в общественном транспорте все оставалось так, как было до сих пор, а те, кто объявил протест, должны конкретно объяснить, чего они хотят. Так, как было, не пойдет. Напомним, что в ноябре прошлого года перевозчики организовали на площади Великого национального собрания несколько акций протеста против разработанного правительством проекта внесения изменений в Кодекс автотранспорта. Они считают, что изменения, предложенные министерством инфраструктуры, например, устранение ограничений по времени как на уровне международных перевозок, так и сокращение интервала до 15 минут для перевозок на национальном уровне, а также отмена автоматического продления лицензии на маршрут, приведет к остановке 80% движения и сделает работу нерентабельной в наиболее населенных районах страны. Кроме того, перевозчики полагают, что законопроект позволит отобрать маршруты у существующих транспортников и передать их другим. В свою очередь, министр инфраструктуры Андрей Спыну отметил тогда, что, по его мнению, перевозчики не хотят участвовать в развитии транспортной инфраструктуры и инвестировать в более современные объекты. У них есть только одно предложение оставить все как есть, заявил он ранее. Дарин Ричан продолжит информировать граждан Республики Молдова о решениях судей, влияющих на государство. Так, премьер-министр прокомментировал недовольство некоторых судей, которые утверждают, что политики слишком сильно вмешиваются в систему правосудия. Глава Кабмина отметил, что не видит в этом противоречия между правосудием и политикой. Он считает, что это законное ожидание граждан, что никто не должен быть коррумпирован. Никто, а особенно судьи, прокуроры, находящиеся в иерархии правоохранительных органов не должны совершать противоправных действий, не должны быть коррумпированными, не должны выносить решения, влияющие на состояние Республики Молдова, на бюджет нашей страны. Я лично продолжу выполнять свой долг на посту премьер-министра информировать граждан Республики Молдова о решениях, которые влияют на состояние Молдовы, о решениях, которые затрагивают каждого гражданина этой страны. Ранее Дарин Ричан прямо и неоднократно критиковал ряд судей апелляционной палаты и столичного суда, не одобряя их решения по делам, связанным с банковским мошенничеством, кражи миллиарда и исключением из предвыборной гонки кандидатов от партии Шанс. Высший совет магистратуры тогда выразил обеспокоенность заявлениями премьера, а Кишиневский суд заявил, что судьи независимы при рассмотрении дел. Комиссия по ветингу также отметила, что по поводу процесса оценки было выражено несколько опасений, особенно в свете заявлений некоторых политиков, критиковавших определенные судебные решения. Комиссия выразила обеспокоенность, недобре и неодобрение в связи с заявлениями Ричана и Ассоциации судей. Лидер партии Шанс Алексей Лунгу квалифицировал жест премьер-министра как нарушение принципов разделения власти в государстве, а апелляционная палата отказалась комментировать заявления главы правительства. Пресс-секретарь исполнительной власти так и не ответил на наш запрос о реакции. Алексей Перчимлы, который в эти выходные победил на повторных выборах примара коммуны Бабуечь, прошедших после того, как ЦИК аннулировал мандат представителя партии «Национальное альтернативное движение», является подсудимым по делу о коррупции. Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании журналиста Габриэла Калина. В ответ на это сам кандидат от партии «Действия и солидарность» написал на своей странице в соцсетях, что он действительно фигурирует в судебном процессе, но категорически отверг все выдвинутые против него обвинения. Журналист Габриэл Калина сообщил на своем YouTube-канале, что избранный от партии «Действия и солидарность» на должность примара коммуны Бабуечь Алексей Перчимлы является фигурантом уголовного дела по статье 326 «Извлечение выгоды из влияния», которое рассматривается в суде. Согласно материалам Национального центра по борьбе с коррупцией, которые сейчас находятся в суде Перчимлы, вместе с сообщником взял деньги у нескольких человек. Например, в одном случае он брал деньги, чтобы устроить кого-то на работу в службу информации и безопасности, в другом случае, чтобы восстановить на работе лесника, но так это ему и не удалось, а вот извлечение выгоды из влияния было. Информацию о процессе в отношении Алексея Перчимлы подтверждают и данные, представленные на сайте судебных инстанций. Дело рассматривается в столичном секторе Буюканы. Наш телеканал обратился в прокуратуру по борьбе с коррупцией, чтобы выяснить, в чем конкретно обвиняется Алексей Перчимлы, однако к моменту подготовки этого сюжета ответ оттуда не пришел. Кроме того, мы обратились в парламентскую фракцию ПДС с просьбой представить свою позицию по этому вопросу. Однако пресс-секретарь Адриана Власова сдержалась от комментария, сообщив, что Перчимлы сам выскажется на эту тему. В скором времени на странице Перчимлы в Фейсбуке появилась публикация, в которой он категорически отвергает вину и говорит, что его пытаются скомпрометировать. Вскоре после повторных выборов в Бубуечь, после которых я был избран примаром, несколько пропагандистских каналов начали фабриковать и распространять ложную дискредитирующую информацию о предполагаемом незаконном действии, которое якобы было совершено в 2017 году. «Я заявлял и заявляю, что невиновен в том, в чем меня обвиняют, и нет никаких доказательств моей причастности к каким-либо противоправным действиям. В деле нет доказательств. А тот факт, что оно мариновалось почти 4 года, еще раз доказывает, что предполагаемое нарушение вообще не имеет доказательств», говорится в публикации Перчимлы в социальных сетях. Секретарь Центральной избирательной комиссии Александр Берлинский сообщил нашему телеканалу, что наличие судебного процесса в отношении кандидата на выборах не может служить препятствием для его избрания. Он отметил, что право быть избранными лишены лица, осужденные окончательным решением суда. Напомним, кандидат от партии действий «Солидарность» Алексей Перчимлы победил на повторных выборах примара коммунны Бубуечь. Они состоялись в минувшее воскресенье, после того, как результаты прошлогодних выборов были аннулированы судом. ЦИК аннулировала результаты голосования в первом и втором турах местных выборов в Бубуечь, прошедших 5 и 19 ноября, по результатам которых победил представитель партии «МАН» Леонид Уманец. Основанием для аннулирования послужило заявление Министерства просвещения о том, что он якобы не имеет диплома о среднем образовании. Со своей стороны, Уманец подчеркнул, что сожалеет о таком решении ЦИКа, что среднее образование получил. Партия «Национальное альтернативное движение», которую возглавляет примар столицы Иоанн Чибан, заявила, что не признает повторные выборы примара коммуны Бубуечь, в которых, согласно предварительным результатам, победу одержал кандидат отправящей партии «Действия и солидарность» Алексей Перчимлы. Представители национального альтернативного движения считают незаконным решение о проведении повторных выборов в условиях, когда суд еще не вынес решение по аннулированию Центризбиркомом результатов выборов в Бубуечь. В свою очередь, в ЦИК указывают, что таким образом было исполнено решение высшей судебной палаты, не подлежащее пересмотру. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции сегодня одобрила заключение по трем законопроектам о денонсации соглашений, заключенных на платформе Содружества независимых государств. Согласно пресс-релизу парламента, теперь законодательный орган должен их рассмотреть. Первый документ устанавливает принципы поставок оружия, материальных средств и техники вооруженной силы государств-участников, организации производственной деятельности научно-исследовательских и экспериментальных предприятий. Второе соглашение касается групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в СНГ, а также протокол о временном порядке формирования и использования групп военных наблюдателей и сил по поддержанию мира в зонах межгосударственных конфликтов на территории государств-участников СНГ. Последний документ посвящен соглашению государств-членов сообщества о сотрудничестве в целях оказания технической и материальной поддержки компетентным органам в области борьбы с терроризмом и иными формами экстремизма. Правительство освободило Кристину Герасимов от должности государственного секретаря Министерства иностранных дел после того, как она была назначена вице-премьером по вопросам европейской интеграции и главным переговорщиком по вступлению Молдовы в Евросоюз. На ее место назначена Каролина Перебинос. Кабмин также одобрил заявление об отставке заместителя генерального секретаря МИДа Радики Круду, который теперь займет пост госсекретаря в правительстве. На том же заседании Александра Шиян была назначена государственным секретарем Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Геннадий Мариан главой Офиса европейской интеграции. В то же время Верика Буаги покидает пост заместителя гендиректора агентства исследований и развития, так как уходит в отпуск по уходу за ребенком. В Молдове необходимы миллиарды евро для обеспечения полноценной системы противовоздушной обороны и в том числе выявления таких же дронов, как тот, чьи фрагменты были обнаружены в окрестностях села Ятулея Вулканежского района. Об этом заявил премьер Дарин Ричан. В свою очередь министр обороны Анатолий Насатый утверждает, что пока продолжается война в соседней Украине, сопутствующие последствия могут иметь место на нашей территории. По его словам, власти страны продолжают переговоры с внешними партнерами, направленные на укрепление обороноспособности Молдова. Премьер-министр Дарин Ричан заявил, что в настоящее время система противовоздушной обороны Республики Молдова не позволяет выявить все типы ракет или беспилотных аппаратов, проникающих в наше воздушное пространство, включая дроны «Шахид», обломки одного из которых были обнаружены на днях вблизи села Ятулея Вулканежского района. В настоящее время мы можем выявлять лишь определенную категорию ракет и дронов. Нам следует расширить покрытие средствами обнаружения, я имею в виду радары, после чего мы сможем перейти к следующему этапу создания системы противовоздушной обороны. Как утверждает Ричан, Молдова нуждается в инвестициях в размере нескольких миллиардов евро, чтобы добиться полного покрытия средствами обнаружения и слежения за ракетами различных видов или дронов, которые летают на различных высотах. Это невозможно сделать за счет наших ресурсов. Соответственно, нам необходимо сотрудничество, чтобы действовать совместно с нашими друзьями. Мы должны понимать, невозможно сделать все и сразу. Во-первых, как я уже вам говорил, мы должны обладать способностью обнаружения, после чего создадим возможность противовоздушной обороны. Начнем с объектов стратегической инфраструктуры, типа аэропорт, железнодорожные узлы, точки распределения энергоресурсов и так далее. На эту же тему высказался и министр обороны Анатолий Носатый, отвечая на вопрос, был ли обнаружен беспилотный аппарат, обломки которого упали недавно в Вулканежском районе, современной системой мониторинга воздушного пространства, приобретенную Францией за 14 миллионов евро. Радар функциональный, выполняет свою миссию в соответствии с тактико-техническими характеристиками. Было ли замечено, что этот дрон падает на территорию нашей страны? Этот дрон упал, проникнув на несколько километров на территорию Республики Молдова, летел на малой высоте. Соответственно, мы его не видели. Носатый добавил, что Республика Молдова должна продолжать инвестировать в национальную оборону, поскольку побочные эффекты военных действий для нашей страны все еще могут быть. Пока продолжается война на Украине, сопутствующие последствия или попытки испытать наши возможности могут иметь место. Республика Молдова должна продолжать инвестировать в систему национальной обороны для обеспечения безопасности граждан Республики Молдова. В этой же связи министру обороны задали вопрос, будут ли граждане оповещены в случае возникновения подобных угроз. Мне известно, что коллеги из Министерства внутренних дел работают над платформой оповещения на нашей национальной территории, как было сделано в соседних Украине и Румынии. Информации, которой мы располагаем, мы обмениваемся между структурами государства. По поводу дрона, обломки которого упали на территории нашей страны, Носатый сообщил, что его боевая часть оснащена 50 килограммами взрывчатого вещества, детонирование которого в населенном пункте способно привести к серьезным последствиям и человеческим жертвам. Напомним, фрагменты беспилотного аппарата были обнаружены 11 февраля в окрестностях села Итулея Вулканежского района нарядом пограничной полиции. Соответствующая зона была оцеплена, найденные части летательного аппарата собраны для проведения экспертизы. В полиции уточнили, что, как было установлено в ходе обмена информации с украинскими властями, в ночь на 9 февраля налету дронов подвергся украинский город Измаил, расположенный на границе с Молдовой. Исходя из информации, предоставленной украинской стороной, в полиции предполагают, что в окрестности Итулии упали фрагменты одного из дронов, сбитых силами ПВО Украины. Ранее по поводу системы слежения за воздушными объектами, приобретенной у Франции, министр Носатый утверждал, что соответствующее оборудование повысит степень мониторинга воздушного пространства и позволит заблаговременно оповещать о вероятных угрозах. Лица, у которых была экспроприирована собственность, освобождаются от уплаты подоходного налога. Соответствующий проект законодательной инициативы сегодня одобрило правительство. Наряду с поправками в налоговый кодекс документ содержит и другие изменения, которые, как утверждают в Министерстве юстиции, придадут импульс процедурам экспроприации и ускорят внедрение стратегических инфраструктурных проектов, требующих экспроприации собственности определенных лиц. Таким образом, в будущем будет установлено, что в случае проведения работ общественной значимости исполнитель сможет прибегнуть к инициированию работ в более сжатые сроки после того, как будет установлен размер возмещения ущерба, а соответствующие суммы будут выплачены бенефициарам. Утвержденная Кабмином законодательная инициатива будет передана на рассмотрение парламента. С 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 4,2%, а не на 6%, как было объявлено властями в декабре прошлого года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. При этом он уточнил, что пенсионерам не будет возмещена не выплаченная в прошлом году разница между 30-ти процентным уровнем инфляции и полученной компенсацией в размере 15%, поскольку, по его словам, покупательная способность была сохранена и, кроме того, необходимых для этого денег в госбюджете нет. В программе Резумат на канале Реалитате Лайф ТВ министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил, что решение об индексации пенсии на 4%, а не на 6%, принято, исходя из данных, полученных в конце года, согласно которым уровень инфляции составил 4,2%. Мы приняли необходимые решения совместно с Национальным бюро статистики и Национальной кассой социального страхования. Согласно официальным данным инфляция составила 4,2%. Таким и будет размер индексации пенсии в этом году. При этом министр добавил, что пенсионерам не будет доплачена разница за пенсионерам, не будет доплачена разница за прошлый год, когда их пенсии были проиндексированы на 15%, а не на 30%. В прошлом году, когда инфляция составляла 30%, власти сказали, что денег нет и путем отступления от закона пенсии были проиндексированы только на 15%. Разве в текущем году люди не должны были бы получить свои деньги, которые они не получили за 2022 год? В прошлом году пенсии были проиндексированы на 15%, но как возникла эта цифра, в 15%. Пенсии были проиндексированы настолько, насколько возросли поступления в 2022 году относительно 2021-го. В этом году число получателей пенсии по возрасту составляет 530 600 человек. Размер минимальной пенсии по возрасту 2620 леев, 62 бана. К началу октября 2023 года число пенсионеров в Молдове достигало 675 600 граждан, на 303 меньше, чем на конец 2022 года. Апелляционный суд Парижа смягчил приговор, вынесенный Николе Саркази ранее. Бывший президент Франции приговорен к году лишения свободы, 6 месяцев из которых условно за превышение расходов на президентскую избирательную кампанию 2012 года, сообщает Ле Фигаро, цитируемая G4 Media. Саркази, присутствовавший в зале суда, заявил, что обжалует приговор в вышестоящей инстанции. В сентябре 2021 года уголовный суд Парижа признал бывшего главу государства виновным в значительном превышении установленного законом лимита расходов на избирательную кампанию 2012 года и приговорил его к одному году лишения свободы. Было объявлено, что срок он может отбывать и вне тюрьмы, однако будет обязан носить электронный браслет. Саркази отрицал, что его партия республиканцы, тогда известная как Союз за народное движение, сотрудничала с пиар-фирмой Бигмалион, чтобы скрыть истинные расходы на его переизбрание в 2012 году. Как отмечает G4 Media, во Франции установлены строгие ограничения на расходы на избирательные кампании. Прокурору утверждает, что Саркази потратил почти 43 миллиона евро на свою предвыборную кампанию, почти вдвое превысив разрешенную сумму. В рамках данного дела еще 13 человек были приговорены к тюремному заключению сроком до 3,5 лет. Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство полицейского. По данным Генерального инспектората полиции, инцидент произошел на улице Василия Лупу в Кишиневе. Граждане обратились к правоохранителям и рассказали, что автомобиль марки БМВ движется на высокой скорости. В момент, когда сотрудники нацинспектората общественной безопасности попытались остановить водителя, он не подчинился. Более того, он ускорился и направился в сторону полицейского, явно намереваясь его сбить. К счастью, благодаря реакции правоохранителя столкновение удалось избежать. Накануне было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Мужчина задержан на 72 часа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В генинспекторате отметили, что водитель БМВ был лишен водительских прав еще в 2022 году за вождение в нетрезвом виде. Учительницу одного из столичных лицеев отстранили от работы с классом, в котором произошел инцидент, связанный с насилием над ребенком. Такое решение принято по итогам служебного расследования, проведенного управления образования молодежи спорта муниципия Кишинев. Установлено, что на уроке математики педагог проявила насилие к одной из учениц, одновременно проявляя враждебное поведение по отношению к другим школьникам. По обращению управления образования учительница была заменена другим преподавателем до окончательного решения руководителя учебного заведения. По итогам заседания Совета по этике было принято решение вынести провинившиеся предупреждения отменить ей надбавку за второй семестр, назначить ей консультацию психолога. При том, что согласно трудовому кодексу учитель могли уволить, сообщили в управлении образования молодежи спорта. И подчеркнули, что работники системы образования должны осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с принципами и правилами поведения кодекса этики педагога. Напомним, недавно в интернете были размещены видеокадры, снятые в одном из столичных лицеев. Там учительница разговаривала с ученицей на повышенных тонах. При этом большая часть картинки размыта, но можно услышать, как педагог кричит на ребенка. Последняя произносит в ответ что-то невнятное и в какой-то момент раздается звук, похожий на удар, после чего на пол летят несколько листов бумаги. Министерство образования меняет правила приема в перегруженные лицеи. Теперь они смогут проводить дополнительное тестирование при приеме учащихся в том случае, если за последние три года было зарегистрировано большее количество заявок, чем имеется мест для зачисления. При этом по всей стране будет только одно дополнительное конкурсное тестирование, которое будет разработано Национальным агентством публичных программ и оценки. В тест будут включены темы более высокой степени сложности по сравнению с темами, представленными на экзаменах по профессиональным навыкам. Как и в случае с выпускными экзаменами, этот тест будет разработан и утвержден Национальным агентством учебных программ и оценки. Он будет проводиться в центре, который будет определен агентством, где эти ученики будут сдавать дополнительный тест. И все, кто захочет поступить в лице X или Y, которые они выбрали, придут и сдадут тест. Как заявила Валентина Лару для реалитации МД, внесенные изменения направлены на снижение фальсификации оценок. До сих пор некоторые перегруженные лицеи устанавливали собственные дополнительные вступительные тесты в 10 класс. Организация дополнительного конкурсного тестирования при поступлении в лицей осуществляется на основании решения Педагогического совета образовательного учреждения. Оно будет согласовано с районным или городским управлением образования и организовано на условиях предусмотренных методикой приема учащихся лицеев, отметила госсекретарь Министерства образования. Согласно новому регламенту, разработанному профильным ведомством, с этого года ученики, окончившие гимназию со средним баллом менее 6, могут быть не приняты в лицейские классы. По данным министерства, в прошлом учебном году этот порог не смогли преодолеть полторы тысячи учащихся. Дети со средним баллом меньше 6 могут поступать в колледж или профессиональные училища. Сегодня в Молдове отмечается не только национальный день чтения, но и 89-я годовщина со дня рождения Григория Виеру. Почти 15 лет назад великий поэт ушел из жизни, оставив после себя более 60 поэтических сборников как для детей, так и для взрослых. Его стихи были переведены и изданы в 15 странах мира. По случаю дня рождения Григория Виеру некоторые пользователи интернета разместили в социальных сетях видеоролики, где автор читает свои произведения, такие как «Мама», «Пуэшори» и «Ну аммуарте кутиненемик». Григория Виеру родился в селе Перерыта Бричанского района. Поэт трагически погиб 18 января 2009 года в результате дорожной аварии. В 2015 году к его 80-летию дом, где он вырос, стал музеем. Его именем названы Бульвар в Кишиневе и несколько учебных заведений страны. В 2010 году бюст Григория Виера был установлен на аллее классиков. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. В завершении хочу напомнить, что за самыми важными новостями вы можете следить круглосуточно на нашем официальном сайте канал5.md, а также на наших страницах в Фейсбуке и Телеграме. Я же Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин